В Кировске состоялось чествование педагогов и руководителей школ города и района. Повод более чем достойный. Город уже второй раз подряд становится лучшим в Мурманской области по итогам сдачи выпускниками ЕГЭ. На праздник были приглашены работники не только школьного, но также дошкольного и дополнительного образования. Ведь в деле воспитания детей и подростков без преемственности не обойтись. Ждать всероссийского дня учителя кировские власти не стали. Решили почествовать педагогов сразу. Их порадовать и за них порадоваться. Для нас это огромная гордость и огромная радость. И у нас появился дополнительный, хороший и очень замечательный повод почествовать наших педагогов. Мероприятие получилось камерным и очень теплым. Поздравить педагогов пришли лучшие кировские коллективы и артисты. Но главной частью стало само чествование учителей, чьи ученики показали наилучшие результаты. Город Киров всегда славился очень сильным школьным образованием основным. Мне самому посчастливилось закончить тогда еще 13-ю школу, хивинскую гимназию по завершении. Нас правильно в наших школах кировских учат учиться. В числе лучших выпускников школ и выпускники фосагроклассов, именно те ребята, на которых сейчас компания фосагра «Япадит» делает ставку, мы надеемся, что после обучения они вернутся в наш родной город и будут делать наше предприятие еще более успешным и эффективным. Безусловно, у каждого педагога свой метод найти подход к ученику. Кто-то берет строгостью, кто-то напротив юмором и добротой. Например, Владимир Мурашов другого варианта, как быть учителем физики, даже не рассматривал. Выбор этот сделал еще в школе, глядя на своего учителя физики. Что для него главное? Главное, чтобы ученику было комфортно, комфортно и учиться, и комфортно в доме и в школе. Задача учителя – поддержать его в этом начинании, ну и мотивировать правильно на выборную специальность. А это через усердие, иногда через его «не хочу переступать». Но если видно, что ребенку это надо, то есть результат. 44 года в кировском образовании заслуженный учитель России Тамара Романовна Федоренко. Начинала в школе номер один. Говорит, что с тех пор требования и к ученику, и к учителю значительно изменились. Изменилась программа школьная, она усложнилась. И, соответственно, были усилены требования в отношении к ученику, соответственно, и к учителю. И к учителю также. Он должен соответствовать уровню этого времени. А вот сами ученики, добавляет, совсем не изменились. Или это ей так везло, что рядом всегда были и есть замечательные школьники, которые доставляют немало поводов для радости и гордости. В любом случае, секрет успеха у кировских педагогов один – любовь к своим ученикам и к своей профессии.